Всем большой привет! Очень рада снова видеть вас на своем канале. И сейчас мы будем, как всегда, распаковывать посылки из Китая. Три посылочки в этом видео мы распакуем. Пришли мне они. Я, наверное, уже неделю их получила, но у меня все никак не получается их снять на видео, поэтому я никак их не распакую даже и людям не отдам. Мне тут муж поменял в этой штучке лезвие какое-то другое, вставил оно, правда, какое-то тут как будто ржавое или что-то такое на нем. Ой, что-то оно шевелится, мне даже страшно. Простите, надо микрофончик сюда. Так, тихо, тихо лежать. Здесь у меня какое-то, поход, дело колье. Я там, я вообще забыла, что такое, где она заказывала. Шло оно, наверное, не очень долго, но стандартно месяц, будем думать, что. Вообще все эти посылки без отслеживания, я... А, нет, это, кстати, с отслеживанием было. Все посылки без отслеживания, я не знаю, мне половина не приходит. Половина приходит. Что за колье-то такое, я разве такое заказывала колье? Камешки все на месте. В принципе, прикольно такое. Сине-зеленые тона такие. Блестящая блестяшечка такая вся. Железненькая блестяшечка. Мне такая вот пришла. Ну, как-то она вся вот такая вот, смотрите. В разные стороны вертится. Я вот так шевелюсь, наверное, все блестит. Так-то прикольно, честно говоря. Наверное, по групповым покупкам я его заказывала. Как-то вот только здесь, не знаю. Все вертится по-разному. Так. Сосчитать не могу, все ли правильно. А почему вот это у меня здесь застряло, что ли? Застряло. А как его отсюда достать? Вот видите, узелок такой получился, что между... Одно звено между двумя другими застряло. Или между чем-то оно застряло. И как его отсюда извлечь? Мне теперь, я что-то не могу понять. Что за брак мне такой? Если я его сейчас начну сильно тащить, и оно у меня развалится, будет вообще неинтересно. У меня, кстати, лежит одно такое же колье. Мне тут девочка принесла. Она хотела его продать, но... У него... О, кстати. О, класс. Все, я думаю, что так все неровно? Вот оказывается, как теперь все ровно? Колье такое, вот, наверное, застежку тоже проверим. Она должна работать, да, все работает. Так-то прикольное, красивое. Не знаю, правда. Интересное такое, необычное. Таких у меня еще не было. Кольешечек. Вот. Следующее. Открываем посылочку. Не знаю, что здесь такое. Написано шапка. Хэт. Тоже этот номер, по-моему, был, да, с отслеживанием. Что за хэт такое? Сейчас проверим. Нет, это не хэт. А, ну да, это хэт, только это хэт, которые детские. Ё-моё. Ну, что такое-то? Я не понимаю этих продавцов, почему они мне присылают все одного и того же цвета. Я же написала, какие цвета мне нужны. Ладно, еще один продавец мне написал, что я уже отправил 10 шапок, они будут все черного цвета. Это как бы ладно. Я согласна, что я там опоздала просто ему написать. И я ждала, ну вот что эти мишки придут все одного коричневого цвета. Это вообще я, конечно, не ожидала, потому что я написала ему цвета, какие мне нужны. И он написал, окей. И что теперь делать? Мне нужны разноцветные шапки, они одинаковые. Пошла обратно в Китай, отправлю шапочки. Короче, вот что мне пришло. Будет очень весело. У меня будут коричневые шапки с мишками, черные шапки без рисунка. И если еще шапки со звездами, которые я заказывала, тоже разноцветные придут, какого-нибудь одного черного, к примеру, света, вот вообще весело. Вообще продавец мне, алло, что такое-то он? И главное, он подтвердил, он мне написал, что да. А здесь у меня пижамы. Но так как я полоротая, то пижамы у меня ушли на чужой адрес, и мне пришлось спросить их мне снова переслать девочку. Пижамы эти женские, мужская, и тут они уже не знаю, сколько. У меня девочка их ждет очень долго уже. Довенькая. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Немножко разные пакетики. Я что-то только не могу понять. Это 2XL, а тут XL. Я просила, короче, со всеми такие размеры, но у меня уже давно по ним сделка, честно говоря, закончилась, и я даже не знаю, боюсь себе перехватить. У меня, Даньки, кстати, такие, такие синтетические. Так, это что? 2XL, это получается мужская, что ли? Мишка вообще где-то не пойми где. Это, короче, такой верх был, а это такие штаны. Вот такие вот штаны. Тут как-то не прокрашено, как-то непонятно как. Ну, такие штанишки мягонькие, прикольные. Но чувствуется, что такая ткань, какая-то синтетическая. Не могу сказать, что она приятна, там, очень руками. У меня руки, правда, сейчас такие сухие стали, что им вообще ничего. Помочу их немножко, потому что им вообще ничего неприятно трогать. Вот. Такие вот две пижамки, они одинаковые, должны быть только разных размеров. Мужская и женская. Я, честно говоря, не знаю теперь, как их отличить. Какая из них мужская, а какая из них женская. Почему-то мне кажется, что вот это, наверное, женская. Значит, посветлее немножко, это потемнее. И размер побольше мужская. Да, логично. Ну, тогда, может быть, даже все верно прислали. Надеюсь, что все верно, потому что мне уже ничего там, никакие споры не открыть. И ничего с него не потребовать. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Было полезно. Ссылки все в описании. Всем пока-пока. Увидимся очень скоро.